приветствую будни мастерской есть интересные ножики а правильнее сказать интересная информация про конкретно вот эти все ножики но с другой стороны они здесь интересные начну наверное с моего personal best что называется это с вот этого microtech а нож куплен из штата в состоянии минт говорили что он не разбирался даже ни разу типа ну и естественно не точился и им типа ничего не резали вот нож 2010 года выпуска аж со сталью 14c28n с эндвиком то есть надо сказать что я вообще не знал что есть этот нож в этой стали что микротек вообще когда-либо обращал внимание на эту сталь ну как ни странно наверное это лучшее что могло быть в варианте 14c28n с эндвиковского по закалке то есть микротек все-таки они обычно качественно осваивают сталь которую используют но это все равно с эндвик соответственно у нас есть безумная острота но я не думаю что она будет прямо супер долго держаться в плане первой бритвенности потом он долго будет острым да не думаю что этот нож будет гоняться в хвост и в гриву но он в первую очередь щелкать должен и планируется для этого и брался для этого поэтому ну заказчик вот но надо сказать вот что после там 30 и 50 щелчков он к сожалению выдал такой вот не ну неприятный момент как люфт а по идее ну а сегодня открутился да в принципе все понятно да вот беда в том что всего здесь абсолютно не застопорим ничем и он не открутился а фиксатор резьбы чуть-чуть отпустил буквально там пол оборота нет даже треть оборота четверть оборота появился люфт а дальше все все застопорилась поэтому чего стоило вот это вот оттуда выкрутить а потом заново зафиксировать с нуждому сирену затянув это конечно отдельная песня но собственно вот уже не первый раз нож сам по себе классный но если очень вот прям предельно честно да если не фетишировать по поводу вот этого вот вот шикардосного варианта обработки алюминия то по большому счету можно щелкать и копии за 2000 щелканье она не принципиальная и я бы предпочел однозначно вот этому микротеку протек чего не скажешь например про мини-матрикс микротек мини-матрикс тоже не суперновый 2013 года от с 34 и здесь надо сказать что от с 34 сталька более злая и способная чем сэндвик в плане удержания заточки как всегда микротеки ну скажем так не блещут равномерностью сведения вот здесь идея в том что у ножа конкретно пролетал фрейм до противоположного ну суп фрейм до противоположного конца и меня здесь удивляет одна единственная вещь ну то есть фрейм я бы правил это не проблема ну вернее на конкретном ноже получилось хорошо нет обычно это как раз большая проблема по согласованию заказчика мы пришли к тому что пусть будет в самом самом начале и соответственно он будет еще протираться то есть пока нужно довольно сильно щелкать чтобы он стал вот как надо но как видите он встает как надо то есть только если очень слабенько флипануть тогда только не очень и вот это важный момент несмотря на то что шарик хорошо заходит несмотря на то что здесь широкие керамические подшипники он достаточно лениво флипует то есть как то вот у микротеков с этим не идеально что ли то есть какие-нибудь там обычные ножички типа там недорогой керш да как бы он прям из-за детента в том числе прям раз раз бум бум а какой-то дорогущий нож микротек овский ну как-то он так прямо не флипует ну окей что делать мне здесь понравилось то что это очень интересный все таки нож по дизайну по эргономике такой вот прият ничего не скажешь и харизматичный такой горбатик и так дальше еще интересный момент можно вдохнуть новую жизнь в достаточно старый нож вот брэд салфорд флиппер он стал по-настоящему клевым флиппером потому что теперь он на полностью керамической тяги керамический детент керамические подшипники и в общем это наверное в полушутку но лучшее что с случилось за его жизнь нож прям заиграл новыми красками она того стоит еще один интересный момент заключается в том что вот это вот зина пришла в заточку здесь интересно очень часто я сталкиваюсь тем что люди вот но обманываются с углом хорошем смысле то есть на этой зине было у человека ощущение однозначное стопроцентное что мол типа ну ничего пусть угол будет очень большим но зато подвод будет ну ну аккуратный все такое на хочу обратить внимание что подвод по ширине абсолютно равномерный несмотря на то что здесь сведения достаточно на как бы вычурное это понятно вот это потому что когда это возможно я всегда выравниваю подвод то есть когда слесарка не диктует невозможность этого такое бывает ну вот тут например это именно так и надо сказать надо сказать что вот эта зина она на 40 градусов по точно так то то есть она не очень толсто сведена но для зины и это очень удачный поэтому экземпляр и тридцатка очень хорошо термообработанная тридцатка мне в итоге вот этот формат ножа чем-то импонирует то есть да это не мое но я понимаю за что такие ножи любят ну и последнее наверное то что мне больше всего понравилось с точки зрения стали в очередной раз все подходит к тому что есть подозрения по поводу происхождение многих эндурс зиди пи 189 которые точились в мастерской а почему потому что вот кали по моему модель называется здесь зиди пиха в абсолютное зеркало здесь она в обкладках из 420 минут не суть на как вот видно зиди пиха у нас адова тверда просто и самое главное она именно настолько износостойкая насколько должна быть здесь достаточно широкий подвода при этом это угол 34 градуса то есть ну я не смог сделать 30 мы обсуждаем с хозяином скажем так наибольший самый возможный максимальный рез но я так подумал что конечно максимально возможный вес был бы на 24 градусах но подводы были бы вот с момента разделения обкладок и сердцевины поэтому я в итоге остался на 34 просто для того чтобы это как-то сохранило визуальную какую-то адекватность надо сказать что стали действительно закалена хорошую твердость и действительно вот на этой твердости уже износостойкость зиди пихи она чувствуется ну скажем так да то есть за то время которое точился вот этот нож вот этот нож можно было бы просто сточить на треть я не знаю вот одними тем же абразивом да но тут хочу сказать важную заметочку конечно играет роль сведения и все такое прочее но но вот эта тридцатка и вот это зиди пиха да вот это от с 34 и вот это зиди пиха ну между ними нет именно пропасти по стали то есть вот между сэндвиком и порошками на вот этими вот этими конечно пропасть есть но как ни странно между от с 34 и и дп тоже но между от с 34 и вот этой тридцаткой разрыв не супер большой хотя достаточно ощутимый а между тридцаткой и зиди пиха и раз ну вот это разрыв тоже не огроменный то есть он чувствуется он объективный но он не какой-то знаете вот ну там не знаю переплатить в два раза например за такую вот прибавку характеристик стали я бы не стал процентов на 15 20 30 ну наверное вот ну вот такая собственно говоря история здесь достаточно любопытная на мой взгляд такая подборочка получилась классных фирменных ножей которые с абсолютно разными сталями которые имеют какие-то свои нюансы плюсы и где везде гнул салфорд я не точил у удачный пример отличной термообработки конкретной стали на конкретных ножах так что я думаю что хозяев это будет очень радовать и эти красивые складные зеркальца едут хозяевам до свидания до новых встреч интернет-эфире пишите свои комментарии что скажете мне нравится конкретно эти ножики все вот субъективно они все очень приятные мне ну как то вот всегда когда нож приятный в руке лежит глаз радует его и как-то и и точится легче и приятней хотя с другой стороны иногда ножи безобразные а точится и сведены так хорошо что ты прям получаешь удовольствие от этого вообще хорошая у меня работа мне нравится а а и